Выдающийся писатель, публицист, философ и прежде всего гражданин. Сегодня 100 лет со дня рождения Александра Солженицына. Его называют настоящим явлением в мировой литературе. В нашей стране произведения Александра Исаевича изучают еще в школе. Рассказ «Смотрюнин двор», повесть «Один день Ивана Денисовича» и, конечно, эпохальный роман «Архипелаг Гулаг». О великом человеке с непростой судьбой в материале Георгия Алисашвили. В суровых традициях великой русской литературы, где для пророков в своем отечестве от родящего до герцена всегда припасено место, если не на каторге, то в изгнании, Солженицыну выпало и то, и другое. И даже больше в Гулаге он победит тяжелую болезнь. За колючей проволокой будущий писатель работает каменщиком и читает вдоль и поперек одну единственную книгу – словарь. Все меня смотрят, как чудак, тронулся, читает словарь. Кто-нибудь подойдет, когда штукач, проверит, что такое, словарь. А я так набирался языка русского, понимаете? Так рождается «Один день» Ивана Денисовича, главная книга «Оттепели». Ее печатает в «Новом мире» Твардовский, и неизвестный автор в одночасье становится звездой. Его хвалят критики, превозносит сам Хрущев. Повесть о кошмаре сталинских лагерей казалась лучшей иллюстрацией к развенчанию культа личности. Но следующее высказывание Солженицына заворачивает цензура. КГБ прямо требует применить к нему общественную изоляцию. То есть затравить. Травят свои же писатели. С Горичью констатирует русская народная мудрость. В семье не без урода. Он уходит в подполье, пишет роман в круге первом, а потом архип. Как для конспирации называют архипелаг ГУЛАГ. Сам автор и свидетели книги. То есть те, кто помогает ему прятать копии, только что написанных глав. Архипелаг был зашит вот в этот мешок, а остальные экземпляры были завернуты в газеты, заклеены скотчем и потом еще зашиты вот в такой вот мешок и хранились где-нибудь вот у каких-нибудь лиц, других совершенно далеких от Солженицына. Книгу документа эпохи он создает со слов уцелевших в мясорубке советской исправительной системы. Сотни человек добивались встречи с Солженицыным, чтобы поделиться своей болью, которая на страницах архипелага стала общей трагедией и общей виной. В ссылке с голоду умер мой дед, в тюрьме умер мой отец, в лагере умерла моя мать. Нобелевская премия лишь усугубляет опалу автора. В Стокгольм Солженицын не поедет, понимая, обратно не впустят. Солженицын был очень глубокий и настоящий патриот. Зрячий патриот, который видел ошибки, видел зигзаги, где мы не так идем. Он не был патриотом, который видит только хорошее и только прославляет страну. Стремясь не допустить публикации книги на Западе, власть предлагает напечатать другие, более ранние работы автора. После отказа Солженицына пытаются отравить. Он чудом выживает. Архипелаг ГУЛАГ издается официально в Париже силами самоздата в Союзе. Автор, как сказали бы сейчас, бестселлера, лишен гражданства и выслан из страны. Какие первые впечатления? Нет, я сегодня не отвечаю. Я сегодня слишком много ездил на машине, чтобы говорить о первых впечатлениях. Для этого надо пуском походить. В 1974-м Солженицыны переезжают в США. От почетного гражданства он откажется, а жить будет в штате Вермонт. По американским меркам глушь, но бескрайние леса, суровые зимы. Так похоже на дом. Там Солженицын обращается к теме русской революции. И очень быстро наживает врагов среди диссидентов. За критику Запада и предупреждение о последствиях развала СССР. Я за хорошую демократию и за то, чтобы в России шли мы к ней плавным, осторожным, медленным путем. Через 20 лет изгнания он возвращается на родину, где от Солженицына ждут ответа на его же вопрос. Как нам обустроить Россию? Из Америки прилетает не в Москву, а на Дальний Восток. И оттуда два месяца поездом добирается в столицу. Я не был в Сибири, кроме как в тюремном вагоне. Самый длинный путь какой был, вот я его и говорю. С ним беседуют первые лица, общение с ним ищет Папа Римский. Солженицынская жить не по лжи, его путь к свободе. Личное неучастие в том, за что будет стыдно и совестно. Прямо сейчас, ведь не бывает справедливости потом. Осуждение злодейства очень важно. Но еще более важно посмотреть внутрь себя и убедиться в том, что мы бы себя повели иначе. «Красное колесо» эпопея о русских революциях издано на родине, но труд всей его жизни остался в тени героической биографии автора. Впрочем, он знал, его будут долго читать и перечитывать. И до последнего верил. Колесо истории обязательно свернет с трагической колеи, проложенной страшными ошибками прошлого. Многое в нашей литературе и истории открывалось через десятилетия, через век целый. И начиналось по-новому осматриваться. Этого не предвидите. И специально к столетию Александра Сложеницына на нашем канале сегодня документальный фильм «Молния бьет по высокому дереву». Начало в 23.30. Не пропустите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!